Сегодня мы проводим четвертый финальный отбор всеукраинского турнира Шерифа Челлендж. Было проведено 4 отбора. По 2 человека с каждого региона отбиралось в финал турнира. Финал турнира пройдет в Киеве 17 октября. Собирается восьмерка сильнейших спортсменов смешанного стиля в Украине и они между собой разыгрывают гран-при. Все спортсмены, которые отобрались в Киев получат гонорары. То есть первое место у нас 100 тысяч гривен, второе 50, третье, четвертое по 25 и пятое, шестое, седьмое, восьмое по 10 тысяч гривен. Общий призовой фонд турнира 250 тысяч гривен. На сегодняшний день формат такого турнира очень уникальный, потому как принять участие может практически любой человек с любого региона, с любого города, с любого ПГТ, села и так дальше. То есть где бы ты ни находился, ты можешь, если чувствуешь в себе силы, ты можешь приехать и попробовать себя стать лучшим по правилам Панкратиона. Шериф Пай Челлендж, такой формат турниров, проводится впервые в Украине. Суть заключается в том, что каждый гражданин Украины, кто чувствует силу в руках, мощь в ноге, который хочет проявить себя, может выйти на ринг, может выйти в октагон и доказать, что он самый сильный. Обычно деньги от спорта получают только профессионалы. Мы дали возможность заработать любителям. Два финалиста, два самых лучших бойца с каждого города едут на финал в Киеве. Финал в Киеве состоится 17 октября в национальном цирке. Будут самые зрелищные бои. Фактически мы узнаем самого сильного бойца Украины. Весит 80 килограмм со всех видов единоборств. И самый сильный боец Украины получит приз 100 тысяч гривен. Я очень хочу, чтобы этот проект стал национальным, стал телепроектом. Есть Украина Майя Таланте, а это Украина Майя Бейти. Харьков всегда славился бойцами. Это город единоборств. Тем более, что я тут в свое время выступал и занимал определенные позиции. А сейчас уже в составе национальной сборной страны. Катерина Шакалова только что вернулась. Она с чемпионата мира, который проходил на Султане, стала серебряной призеркой чемпионата мира. Есть ребята другие, которые сейчас готовятся на чемпионат мира в Риме, который будет проходить по панкратиону. Но это все аматоры. И вот ребята, которые заканчивают выступление в аматорском спорте среди любителей, конечно, им хочется продолжать свою карьеру профессионально. Шериф Fight Challenge – это именно тот турнир, который позволяет им перейти плавно из любителей в профессионалы. Здесь мы видим как раз четвертый финальный этап отбора лучших участников, которые соберутся в Киеве на финальные бои 17 октября. Поэтому всех приглашаем туда смотреть. Всем спорт, всем удачи, здоровья!